Сайт «Рзамас» представляет курс «Приключения Мане, Матисса и Пикассо в России» Автор Илья Доронченков Лекция третья Как в Россию пришли постимпрессионизм и фавизм В 1904 году петербургский журнал «Мир искусства» перестал выходить На некоторое время русские модернисты утратили печатный орган Который помогал знакомить заинтересованного читателя с тем, что происходило в современном зарубежном художественном мире Но процесс не остановился «Мир искусники» познакомили в своем журнале читающую русскую публику с очень широким спектром имен Это было поразительное время, когда происходило открытие того, что Грабарь называл абсолютной террой инкогнито Того огромного мира современной живописи, которую в России знали по признанию того же Грабаря Ну, дюжина-полторы художников Те, кто путешествовал за рубеж, и те, у кого был живой интерес к актуальному, необычному революционному искусству Это десятилетие, в свою роду, десятилетие некрологов Если мы посмотрим периодику той поры, то очень многие явления современной западной живописи Приходят к русскому читателю поначалу как некролог того или иного художника Первый номер журнала «Мир искусства» в 1999 году открывался стилизованным в духе модерна, в духе Арнуво Объявлением о смерти великого французского художника Пьера Пивида Шавана Назвать этого символиста великим было само по себе уже дерзостью для русского журналиста К концу выхода журнала «Мир искусства» русская публика, в общем, более или менее была осведомлена о том, что творится в современном художественном мире Европа И началось постепенное выстраивание стержневой линии развития современной живописи Ключевую роль здесь сыграла выставка 1900 года в Париж Когда на ретроспективной экспозиции выставки «Столетия» стало понятно, что именно из импрессионизма растет современное искусство И что импрессионизм – столь же великая живопись, как живопись XVI или XVII веков, знакомая каждому европейцу по собранию Лувра «Мир искусства» не успел опубликовать те фотографии, которые были сделаны в коллекции Сергея Ивановича Щукина Эти фотографии, эти иллюстрации были изданы в 1905 году в недолго жившем московском журнале «Искусство» Но перед тем, как они там появились, Игорь Грабарь написал Мстиславу Добужинскому в личном письме «Мир искусства» снимал в прошлом году массу фотографий из коллекции картин Щукина Теперь их покупает, кажется, искусство Ей-богу, это большее событие, чем все последние политические Это письмо датировано 20 февраля 2005 года И очень просто вспомнить, что последние политические события – это массовый расстрел царскими войсками на петербургских улицах Мирной рабочей демонстрации в кровавое воскресенье 9 января 2005 года И это письмо помогает нам понять, чем же для современников были картины импрессионистов и постимпрессионистов в русском контексте Это был переворот устоявшейся системы ценностей, сопоставимый с тем, что начиналось в России с социальной революцией Первые годы XX века для Европы – это не просто эпоха принятия импрессионизма как канонического искусства, как искусства равного искусству прошлого Это время открытия того, что приходит на смену импрессионизму, что вырастает как бы из него И то, что пока не имеет имени Мы сейчас называем творчество Сезанна Гогена Ван Гога постимпрессионизмом Но в годы, о которых идет речь, этот термин еще не появился Его придумал английский искусствовед Роджер Фрай в 1910 году, когда ему понадобилось как-то обозначить то искусство, которое пришло после импрессионизма, после Эдуарда Мане Поэтому выставка в Графтон Геллери в Лондоне, организованная Фраем, называлась «Мане и художники-постимпрессионисты» Пока же эти люди не имеют единого имени, но всем понятно, что на фоне импрессионизма, внутри импрессионизма, в полемике с ним появилось некое новое явление, которое сейчас выходит как Атлантида Для нас эти три имени — это три кита живописи конца XIX века Но для людей начала XX столетия каждый из них был неоткрытым континентом И каждый из них представлял проблему, которую нужно решать Потому что живопись Сезанна, Гогена и Ван Гога разрушала огромное количество конвенций, с которыми массовой публике XIX века было очень комфортно в выставочных залах В 1903 году в Париже открылась новая прогрессивная большая художественная выставка К этому моменту уже четвертый мегасалон Он получил название «Осеннего», поскольку открывался в октябре и длился месяц Он был своего рода альтернативой двум огромным официальным салонам Салона Елисейских полей и салона Марсового поля А также альтернативой всеядному салону независимых Который был создан в 80-е годы XIX века И куда можно было принести, по сути дела, любую картину и выставить ее там Жюри там не было Что позволяло, с одной стороны, показывать живопись совершенно непригодную для официальных выставок А с другой стороны, открывало ворота для огромного количества дилетантов В этих салонах интересное терялось Осенний салон должен был, сохранив модель, создать некую площадку Где было бы комфортно современным живописным исканием Собственно, эта задача была успешно решена Поскольку, в частности, жюри создавалось участниками салона Выбиралось из художников И, кроме того, этот салон поставил своей задачей Не только показать современное искусство Его прогрессивное искание Но и создать очень важную вещь Генеалогию современного искусства Сейчас, когда мы имеем дело с безбрежным контемпорией арт Мы почти не сталкиваемся с очень важной проблемой С которой столкнулась начала XX века Тот абсолютно новый художественный язык Которым заговорила живопись, начиная с импрессионизма Должен был быть объяснен и понят Прежде всего, той публикой, которая привыкла к классическому искусству Но не была удовлетворена искусством официальным Искусством, которое следовало условностям и стереотипам Для того, чтобы это сделать, был один очень действенный ход Показать, что новая живопись на самом деле укоренена в традиции В 1903 году, в конце октября, в осеннем салоне Была открыта комната, посвященная Гогену Художнику, о котором слышали Которого время от времени видели Сочинения которого, посвященные Таитянскому мифу, читали Это была очень маленькая выставка Восемь картин Но через несколько дней в амбразе Валара Одного из самых предприимчивых и решительных, смелых дилеров Современного искусства Была открыта большая выставка 50 картин с рисунками и монотипами Через год в осеннем салоне Прошла большая ретроспектива Сезанна 31 полотно Еще через год, в шестом году Осенний салон показал большую ретроспективу Гогена 227 картин из 24 частных коллекций И вот эти выставки Они переворачивали представления европейца О современной живописи Во-первых, они показывали Что радикальные поиски той поры Имеют отцов и дедов А во-вторых, они открывали Для широкого зрителя Тех художников, про которых люди В основном слышали Но очень мало видели Это действительно были поворотные годы Когда создавалась мифология Великих отцов современной живописи Сезанна Гогена Ивангопа Уже тогда стало понятно Что каждый из этих мастеров Представляет собой большую проблему Особенно трудным в России Было усвоение Сезанна Как это ни странно Потому что мы знаем Что нет страны Более благодарной Сезанну За художественную науку Чем наши В общем, нигде Кроме как в России Не сложилось явление Которое мы называем Русским сезонизмом Но первый подход к весу Первая попытка Осознать Сезанна Русской критикой Была драматичной Степан Еремич Член Мирискуснического движения Приятель Бенуа В своем отзыве На выставку Сезанна Писал Что за ужасный глаз Как портретист Он не пишет свои персонажи А оплевывает их И бьет по щекам Невозможно без боли Смотреть на искривленные В каких-то судорогах Лица Со скошенными глазами И сбитыми черепами Это коллекция Исключительных уродов Грязных и безжизненных Которые собраны Из оконопачены в банки Таким же вялым И без всякой жизнеспособности Любителям невозможно Игорь Грабарь Который был Одним из самых осведомленных В современных художественных поисках Русским критикам Признавался В своем разочаровании Сезанн для него Был самым серьезным разочарованием За длительную европейскую поездку 1904 года Он видел его экспозицию В Берлинской галерее Павлю Кассера Никогда Сезанну не стать рядом Не только с такими гигантами Как Мане и Дега Но и с такими большими мастерами Как Ренуар Во всем искусстве Сезанна Есть одно огромное Необычайное достоинство Это его искренность Искренность гораздо более редкая гостья В современном искусстве Чем это принято думать Энергичные натюрморты С суровыми Почти металлическими контурами Бодрыми Не компромиссными А смело говорящими за себя красками В них есть какая-то Откровенная нагота Природы Та слегка циническая нагота Которая в тысячу раз милее Драгоценнее ханжевских и лицемерных нарядов В которых щеголяет Ординарное выставочное искусство И вот несмотря на все то хорошее Что я наговорил по адресу Сезанна Я все же ушел С его выставки совершенно разочарованным Я не нашел в ней самого главного Того гранд арм Большого искусства Перед которым Преклоняется столько людей Мне имя которых Я искренне дорожу Он интересный Но не великий художник Александр Шривашидзе Русский живописец И театральный художник Который также известен Под своей абхазской фамилией Чачба Он был потомком Последних правителей независимой Абхазии Человек укорененный В парижской художественной жизни Проведший десятилетия В столице Франции Был первым Кто попытался создать Симпатичный образ Сезан Между всеми художниками Принимавшими участие В движении живописи Последней четверти девятнадцатого столетия Сезан остался До сих пор Наиболее неизвестным Неоцененным И непонятым Нет колебаний Нет сомнений Вся жизнь долгий труд Посвященный Преследованию одной цели Одной химеры Воспроизвести точные впечатления Окружающей жизни Он не имел учителей Он один Он единственный И судьба подарила ему Величайшее благо Которое можно пожелать Каждому выдающемуся человеку Одиночество Феррошидзе постарался Объяснить Сезанна Единственным возможным В этот момент Как ему кажется Способом Он представил его В образе Одинокого романтического Гения Человека Одержимого Одной задачей Правдивая передача Собственного впечатления И таким образом Постарался Приблизить его К пониманию читателя Как бы то ни было Язык этих художников Представлял Поначалу Очень серьезную проблему Для понимания Усвоения Оправдания Но с самого начала Стало понятно Что эти три мастера Начинают выполнять Примерно ту самую роль Которую импрессионизм Выполнял в 1890-е годы Еще не совсем было понятно Про что это Но было ясно Что это разрыв с прошлым И что это свобода Очень хорошо показывает Чем искусство Постимпрессионистов Было для Молодых живописцев В той поры Письма Кончаловского Из Парижа К своему другу Илье Машкову Для него Творчество Открываемых там Сезанна, Ван Гога А потом Матисса Знаменовало Прежде всего Освобождение от условностей И Открытие целого мира Возможностей Которые были Совершенно Непредставимы Для человека Прошедшего Художественную школу С ее неизбежной Рутиной Пусть даже В очень мягком Варианте Московского училища Живописи Воянеизучества Вот что Писает Кончаловский Из столицы Современной живописи Если Сезанна и Ван Гог Показали Что самое ценное В искусстве Сохранение ребяческого Чувства Незабитого условностями Созданными Долгими веками Если они показали Что освобождение От всех этих традиций Есть истинный Смысл Настоящего искусства Этим одним Они открыли Для нас целый мир Образцов В тех самых фресках Которые теперь Перед вами А Машков едет В это время Изучать фрески Раннего итальянского Возрождения И здесь очень интересно Получается Что Для Этого поколения Нет принципиального Различия Между тем Что называлось Итальянские примитивы И живопись Сезанна и Гогена Собственно говоря Идея простоты Как освобождение От условностей Как возвращение К подлинности Проступают Здесь особые силы Это ведь стержневая Идея Европейской культуры Как минимум С 18 века Если не дальше То что мы Воспринимаем Как искусство Ориентированное В будущее Или искусство Современности Людьми той поры Понималось Как результат Сложного взаимодействия Между абсолютно Новым художественным Языком И традицией Причем традицией Максимально глубокой Той традицией Которая очищена От школы Рутины Которая Уводит нас К первозданной Простоте Зачерпнувший Парижской Художественной Свободы Кончаловский Не разделяет Свой опыт Художника Приобщающегося К революционной Живописи И человека Борющегося С рутинной Русской Жизни Мое Разгоряченное Воображение Пишет он Другу Скверно Рисует Мне мою Родину Я так Тоскую Что скоро Из меня Сделают Серого Раба Лишь только Я перееду Границу Раб Начинается В таможне Когда жандарм Спросят Паспорт Вы не подумайте Что я затрагиваю Наше политическое Положение Мы уже далеко Продвинулись В этом отношении И скорее Не мы А народ Но сидит Где-то Это тихое Рабство Разве Можно В России Любить Сезанна Или Гогена Вы должны Любить Своё Русское А эти Шалости Надо бросить Не буду Больше Расстраивать Вас И себя Вдохну Что я здесь Светлого И высокого И постараюсь Прибыть С маской Презрения На лице Другого Выхода Нет И колоссальная Выдержка И колоссальная Вера И любовь Должны сопровождать Въезжающего В Россию Надо быть Гранитным Напоминаю Что в это время Русский человек Почти не мог Увидеть Гогена Один Гоген Был куплен Михаилом Морозовым Первым русским Коллекционером Собиравшим Постимпрессионистов Но в целом Как феномен Он мог быть Скорее почувствован Чем узнан Но уже В ноябре 1905 года Валерий Брюсов В журнале Весы Статья Свобода слова Полемизирует Не с кем-нибудь А с Господином Лениным И его статьей Партийная организация И партийная литература Которая впоследствии Стала одной из основ Советской теории культуры Эта Классическая статья Требует от художника Сознательного Социально-политического выбора Заявленной позиции Она выступает Против того Что большевики Называли буржуазным пониманием Свободы творчества В этой статье Очень На самом деле Точно бьющие В слабые места Ленинской Прагматики Касающиеся Художественного творчества Брюсов Неожиданно Прибегает К имени Гогена Свободны ли вы От вашего Буржуазного издателя Господин писатель От вашей Буржуазной публики Которая требует От вас Порнографии Спрашивает Господин Ленин Я думаю Что на этот вопрос Не один кто-нибудь А многие твердо И смело ответят Да Мы свободны Разве Артюр Рембоу Не писал своих стихов Когда у него Не было Никакого издателя Ни буржуазного Ни небуржуазного И никакой публики Которая могла бы Потребовать от него Порнографии Или чего-нибудь другого И разве не писал Поль Гоген Своих картин Которые упорно Отвергали С разными жюри И не находили Себе до самой смерти Художника Никаких покупателей Есть ощущение Что Брюсов Немножечко Бравирует Этим именем Он демонстрирует Свою причастность Свою осведомленность И можно быть уверенным Что Если Владимир Ильич Прочитал Ответ Брюсова Имя Гогена Осталось для него Совершенно пустым Звуком Но это тоже Знак того О чем писал Дебужинский В художественном сознании На фоне Политических перемен Происходит очень важный Концептуальный переворот Новая живопись Выстраивает Свою иерархию Свою последовательность И Выявляет Логику развития Эта живопись Стремительно Открываемая В России Как и во всей Остальной Европе Узнается сразу Еще Марина Бессонова В свое время Очень хорошо Показала Что Русские Молодые художники Которых мы еще Даже авангардом Не можем назвать Усваивали То что мы сейчас Считаем эволюцией Современной живописи Растянувшейся На десятилетия Очень конденсированный Период Несколько лет Если не месяцев Гогена Сезан Узнавались Практически Одновременно С Матисом И это тоже Способствовало Особой живописной Проблематике Энергии развития Молодой русской живописи 1900-1910-х годов Павел Муратов Который Был Офицером Уйдя с военной службы После поездки В Европу Вернулся Убежденным Поклонником Современной Французской живописи И в первое Десятилетие 20-го века Он начал Вырастать Одного из самых Влиятельных Модернистских Критиков Именно ему Было суждено Подвести итог Десятилетию Открытий В одной Из своих Статей 1907-го года Он написал «Лет 7 или 8 Тому назад Русская живопись Переживала Хорошее Бодрое время Тогда Познавая свое Мы широко Распахнули дверь Навстречу всему Что было новым Или вернее Казалось нам Новым на Западе В широко Распахнутую дверь Хлынул целый поток Всевозможных Влияний И в один миг Сокрушил бытовую Живопись Передвижников Наша живопись Уже принадлежит Общему потоку Живописи Всеевропейской Это, пожалуй Единственная Из наших искусств Которая может быть Полно Воспринята Иными культурами Приобщение К всеевропейской Живописи Было едва ли Не главной Причиной подъема Испытанного В конце Прошлого столетия Да и тихое Разочарование Последних дней Дано нам тоже Как мера Близости И связи С живописным Искусством Запада Помимо Замечательно Точной Твердо Сформулированного Смысла Новой Открытости Русской Живописи Миру Здесь есть Несколько Странных Для современного Читателя Утверждений О том, что Например, русская Живопись Действительно Является Тем из русских Искусств Которые могут Быть поняты Другими Нациями Мы обычно Считаем, что К такого рода Искусством Относятся у нас Великая литература Толстого и Достоевского Музыка Чайковского И Мусоргского И театр Живопись С точки зрения Современника Наблюдателя Действительно За несколько лет Усвоила уроки Современной Французской Живописи И начала Разговаривать На языке Адекватном Тому На котором Говорили Художники Европы Этого времени Она не нуждалась В переводе Второе Это некое Разочарование Высказанное Человеком 1907 года Мы-то Понимаем Что это Время Расцвета Русского Изобразительного Искусства Это мир Искусства Это Голубая Роза Это наконец Готовность Беременность Русского Искусства Тем Что мы назовем Потом Русским Авангардом Но Современник Говорит О неком Разочаровании Действительно Это надо Немного Пояснить Чтобы Стало Более Понятным Что Происходило Затем В русской Живописи Да и Мировой Тоже На Интернациональных Европейских Выступках За Авангард За радикальные Поиски Отвечал В основном Пуантилизм Дивизионизм То явление Которое Было Ответвлением Импрессионизма То явление Которое Во след Жоржа Сюра Постаралось Превратить Мир В мозаику Из мазков Сделанных Чистым цветом Которая Собирается В глазу Зрителя Что превращает И художника И зрителя В такую Оптическую Машину Механизм Мечту Философ 18 века Эта манера Живописания Была Очень Привлекательна Очень Популярна Очень Распространена Но одновременно Она утомляла Очень быстро И Если мы Почитаем Обзоры Русских Критиков Посвященные Французским Выставкам Начала Века Например Дягилева Мы увидим Что Дягилев Заговорил Очень рано О Полупередовом Искусстве То есть Открытие Революционной Живописи 19 века Тиражируется И превращается В свою Противоположность Тот же Муратов Написал Замечательно Французский Импрессионизм Поразительно Быстро Приспособился К заурядной Безвкусной Салонной Живописи Кто же Не пишет Теперь Светлыми Красками И кто Не видит Окрашенных Теней Шарль Морис Соратник Гогена Французский Литератор Символист Прямо Говорил Импрессионизм Не способен Никакому Развитию Художник Импрессионист Является Не человеком А скорее Прекрасным Механизмом Для него Существует Только Окрашенный Свет Поглощаемый И отражаемый Предметами Напомню Что Для современника Импрессионизм Это вот эти Вот Красочные Мозаики Это не Вдохновенная Картина Клода Моне Илья Гюста Ренуара 1870-х Годов Поэтому Чуткий Наблюдатель Вроде Александра Шарвашид Записывающего В русских Журналах Из Парижа Говорит В эти годы В Париже Готовятся Перемены Что это за Перемены Не знает Пока никто На самом деле Теперь мы Понимаем Что Поворотной Точкой На пути Современной Живописи Стал Осенний Салон 1905-го Года Когда Там В одном Из залов Были Показаны Полотна Довижения Сложившегося Вокруг Андрея Матисса Известного Нам теперь Как фавизм Когда На смену Дробному Мировидению Пуантилистов Пришел Очень цельный Колористический Взгляд Собственно Говоря Проблема Пуантилизма Была Решена Мириады Точек Слились В огромные Пятна Эти Пятна Привязывали Взгляд Не давали Отойти Эти Картины Все еще Были Результатом Диалога Художника С природой Но Очень важно Что художник Взял на себя Активную роль Не просто Аналитика А синтетика Теперь Это был Индивидуалистический Индивидуальный Образ Природы Исключительно Интенсивный И совершенно Живописный Это живопись Которая говорила Сама о себе Собственным языком Она не рассказывала Историй Она не уносила В символистские Запредельные миры Эта картина Была здесь И сейчас А при этом Она открывала Колоссальную свободу Художнику И требовала От зрителя Умного соучастия Исключительно Важную роль В знакомстве Русского художественного Мира И русского читателя С современным Художественным процессом В выстраивании Системы Новых приоритетов В объяснении Русскому человеку Откуда берется Современная живопись Сыграл Символистский Журнал Золотой руны Символизм К этому времени К первому Десятилетию ХХ век Стал по сути Дело Авангардом Русского литературного И театрального Развития В 1906 году Валерий Брюсов Претендовавший На роль Сущности Единоличного лидера Русского символизма Стал издавать В Москве Журнал Весы Это был Новаторский Для России Журнал Базирующийся На модели Французского Литературного Издания Меркюр Аналитику Рецензии На литературу Рецензии Он был потвердо Соревнований Соревнований Конкуренции И наверное Право Те исследователи Литературы Которые Говорят о том Что В литературном И теоретическом Отношении Золотое Руно Находилось В негативной Зависимости От журнала Брюсова В общем там Где Брюсов Отстаивал Идею Абсолютной Свободы Художника От общества Золотое Руно Пропагандировало Идеи Мистического Анархизма Реалистического Символизма И разработанной Вячеславом Ивановым Концепции Соборного Творчества Которое Пыталось Примирить Интеллигентскую Индивидуалистичность И национальные И социальные Задачи Стоявшие Перед Русским Обществом Но В нашем Контексте Роль Золотого Руна Совершенно Исключительно Это Снова Роль Троянского Коня Символистский Журнал Пронес В своем Брюхе Ту Живопись Которая На самом деле Опровергала Символизм И это Непростая Любопытная История Художественный Отдел Золотого Руна Контролировался Сначала Молодыми Живописцами Из группы Голубая Роза Точнее Из Той группы Которая Провела Эту Выставку Первую Символистскую Выставку Русской Живописи Художников Которые Видели В Борисовой Мусатове Пример Для подражания Которые Вдохновлялись Его живописью И которые Пожалуй Что первыми В нашем Искусстве Окончательно Уничтожили Связанный Сюжетный Рассказ Их Живописные Произведения Подражали Скорее Музыке Чем Слову Тому Самому Совершенному Искусству Которое Может Выражать Наше Душевное Состояние Гораздо Более Истинно Чем Вербальное Потому что Мысль Изреченная Есть ложь А мысль Прочувствованная Услышанная И перелитая В музыку Остается Подлинностью И это Конечно Очень большое Искушение Для живописи Но в то же время Внутри Художественного Отдела Золотого Руна Крылась Измена И молодой Очень одаренный Живописец Михаил Ларионов Один из отцов Русского Авангарда Именно В среде Золотого Руна И стал Тем Кем Мы Его Теперь Знаем Художником Который Стремительно От собственного Варианта Импрессионизма Перешел К Живописи Вдохновленной Ван Гогом Гогеном И Сезанном То есть К тому Что теперь В русском Искусствознании Называется Неопримитивизм Этот журнал В своей художественной Политике Стремился Естественным Образом Отстраниться От мира искусства Мир искусства Космополитический Европейский Петербургский Журнал Подчеркивал В русском Искусстве Его западную Составляющую И вот Василий Миллиот Когда он пытался Склонить Александра Николаевича Бенуа К тому момент Уже не молодого Дерзкого Критика Искусствоведа А в сущности Арбитра Вкуса Русской Живописи Критики Человека Сформировавшего Свой авторитет Когда он Пытался Склонить Бенуа К сотрудничеству С Золотым Руном Он писал Мы Мы Должны Идти К самоутверждению Вне Подражания И слепого Поклонения К национальному Выявлению Поглотив Нашей ориентально Славянской Натурой Западную Утонченность Вернуться К своей Земле Источнику Силы Оставаясь Самими Собой Вырастить Цветы Общей Европейской Культуры На Венециановской Почве То есть На почве Живописи Национальной Народной Живописи Алексея Венецианова На Венециановской Почве Удобренной Западом Прийти К самоутверждению Которое Верю Будет Грандиозным Откровением Одним Словом Не только Западная Русская Но и Русская Русская Нужно Вспомнить В этом Вижу Я задачу Журнала Нашего Времени Нетрудно Догадаться Что Эта Проповедь Утонченного Интеллигентского Почвенничества Вполне Логичная После Космополитизма Мира Искусства Не встретила Большого Энтузиазма Со стороны Александра Бенуа Его можно Понять Потому что Золотое Руно Поначалу Особенно Было Символом Всего Того Что Притило Утонченному Петербургскому Эстету Золотое Руно Выглядело Вызывающе Дорого Если мы бы Могли раскрыть Номер Этого журнала Мы были бы Поражены Тем Насколько Плотная И одновременно Фактурная Бумага Использована Там были Вальяжно Широкие Совершенно Ненужные Поля Изысканный Шрифт И первые Полгода Этот журнал С наклеенными Иллюстрациями Под Тонкой Папиросной Бумагой Издавался На двух Языках Русском И французском Это очень Интересная Амбиция Потому что Если мир Искусства Транслировал В Россию То, что Происходило На Западе Золотое Руно Пыталось Транслировать На Запад То, что Происходило В молодом Искусстве В России То, что Этот Двуязычный Журнал Продержался Только Полгода Совершенно Понятно Реального Спроса На золотую Руну В Париже Не было Но Сама По себе Задача Научить Европейцев Русскому Искусству Познакомить С ним Задача В общем Очень актуальная Очень показательна Русские Мальчики Как говорил Достоевский Вернут тебе Карту Звездного Неба Исправленной И вот Русские Мальчики Усвоившие Первые уроки Импрессионизма Постимпрессионизма И символизма Постарались Показать Себя На Западе Надо сказать Что именно В шестом Году Состоялось Событие Которому Золотое Руно Прямого Отношения Не имело Но которое Действительно Знаменует Первый Очень важный Решительный Шаг Похода На Запад Сергей Дягилев Организовал В осеннем Салоне Огромную Ретроспективу Русской Живописи Собственно Говоря Теперь По модели Этой Ретроспективы Строятся Все большие Выставки Русского Искусства С границ Дягилев Начал с иконописи И то Что для нас Звучит более Чем естественным Для современников Было Новаторство Я напомню Что Русское интеллигентное Общество Открывало Икону Как искусство И как символ Национальной идентичности Очень постепенно Для образованного Русского человека 19 века Икона была Частью обихода Она была повсюду Поскольку наша страна Была официально Православной Это была Государственная религия Но То что повсюду То вызывает Меньше всего Внимания Кроме того Старые русские Иконы Записывались А не расчищались Когда Они теряли свой цвет Их нужно было Как-то Понавить Они были Скрыты Окладами Лики Коптились Свечами И вот Та Праздничная Подухотворенная Радость Которую Мы Переживаем В Третьяковской Галереи Или Русском музее Сейчас Она не была доступна Человеку 19 века Расчистки икон Начались Достаточно поздно В 1905 году Была Частично Раскрыта Троица Андрея Рублева И лишь 1913 год Стал точкой Невозврата После которой Икона Действительно Превратилась С одной стороны В символ Русской национальной Идентичности Умозрение В красках А с другой Стороны Оказалась Чрезвычайно Актуальной Для современных Художественных Поисков Вот Дягельф Интуитивно Ощутил Эту целостность Русского искусства Начав Его Генеалогию С иконописи А дальше Он сделал Несколько Очень важных Ударений В Дягельфской Концепции Русской живописи Очень большую роль Играл 18 век И мы знаем Что Сергей Дягельф Действительно Сделал огромные Усилия Для того Чтобы вернуть 18 век И Чтобы преодолеть То пренебрежительное Отношение Которое было Воспитано Народно-демократической Интеллигенции 19 века К этому Аристократическому Творчеству Чуждому Русско-национальному Духу Дягельф Уделил Очень большое Внимание Русской живописи Первой половины 19 века И относительно Мало Показал Парижанам Передвижников Зато Он развернул Очень впечатляющую Картину Молодых Поисков Русской живописи Он привез Нескольких Из этих Молодых Людей В Париж Михаил Ларионов Сергей Судейкин Смогли увидеть То, что творится Во Франции В режиме Реального времени Они видели Осенний салон И я напомню Что именно В этом осеннем салоне Была колоссальная Ретроспектива Гогена Гоген Был первым Постимпрессионистом Который был Довольно адекватно Понят русскими Художниками Я полагаю Что это было Очень удачное Совпадение Дело в том Что из всех Постимпрессионистов Самым чуждым Нашей традиции Остался Ван Гог С его Открытым Драматизмом С его Совершенно Индивидуалистической Взрывной Манерой Живописи Наиболее Плодотворным Оказался Сезан Но для Понимания Сезана Нужна была Привычка И нужны Были усилия А вот Гоген Оказался Русскому Человеку Молодому Живописцу Очень Полагаю Понятным Он Ярок Цветист Он экзотичен Поэтому Привлекателен Он содержателен Потому что В отличие от Натюрмортов Сезанна Где Драма Абсолютно Живописная Это Отношение Между яблоком И кофейником У Гогена Нам Рассказана Архетипическая Мифология На фоне Бесконечно Привлекательной Утопии Таити Случайно Гончарова Потом Давала Понять Что для того Чтобы в России Найти Таити Нужно сесть На пригородный Поезд Гоген Действительно Оказался Очень близок Русскому Человеку И здесь Совпадение Нашей экспозиции С его Ретроспективой В осеннем Салоне Действительно Является Тем Что принято Называть Провиденциальным Смогло Привлечь К Сотрудничеству Несколько Очень важных Французских Критиков Это прежде всего Александр Мерсеро Который писал Под псевдонимом Эсмер Вальдор Это человек Который Был Одним Из Центров Критейского Аббатства Своего рода Коммуны В окрестностях Парижа Которая Объединяла Таких Литераторов Как Жорж Дюамель Шерль Вильдрак Жюль Рамен Рене Аркос И других Затем Мерсеро Был очень важным Участником Кубистического Движения И Организовывал Выставки Мандриана И Бренкуша Вот именно Мерсеро И его дружба С теми Художниками Которые В эту пору Являются членами Фавистской Фаланги Затем Начнут Формировать Кубизм Позволило Золотому руну Выступить Организатором Несколько Очень важных Выступок Помимо Человеку В первобытный Рай Дело в том Что Наби На исходе 19 века Постарались Решить ту Проблему Которая Была Осознана Романтиками В начале 19 Это проблема Нарастающий Распад Целостности Искусство 19 века Искусство Станковое А станковая Картина Производится На рынок Когда художник В общем Не знает Кто ее Купит А может Не купит И никто И вот Это ощущение Ненужности Художника От момента Непроданной Картины До экзистенциальной Проблемы Художнического Одиночества Отчуждения Исключения Из прагматичного Буржуазного Общества Это переживание Требовало Решения Фундаментальной Задачи Возвращения Искусства В жизнь Искусство Должно Формировать Среду 19 век Хорошо Помнил Что великое Искусство Это искусство Где матерью Является Архитектура И все Искусство Встроено В единую Модель В единую Систему Синергетическую Которая Воздействует На человека Целостно И воздействие Это в общем Воспитательное Преобразующее Из немецкого Языка История Искусства Заимствовала Выражение Которое В общем Используется Без перевода Гезант Кунстверк То есть Целостное Интегральное Произведение Искусства В котором Различные Художества Действуют Солидарно Но Сверхзадачей Является Преображение Человеческой Души И человеческой Натуры И вот Наби Что по-еврейски Означает Пророки Это сознательно Принятое на себя Имя По-разному Решали эту Задачу Интегральной Художественной Художественной Среды Декорации Человеком Который Отрефлектировал Идеологию Французского Национализма И традиционализма Он попытался Создать Искусство Базирующееся На принципах Раннего Возрождения Христианства Воспитывающего Представление О Великой Франции И ее Культуре Как культуре Разума И ясности И вот этот Вот Революционер Консерватор Был одним Из Важных Участников Журнала Золотой Руно Из того Что писали Русские критики Журналы И французы Мы можем Понять Что задача На самом деле В художественной Области Перед Золотым Руно Стояла Крайне Амбициозная Шарль Марис Писал На страницах Золотого Руна Новое течение Французского Искусства Настоятельно Взывает К инициативе Поэта Именно Слово Всегда Должно Повелевать Хаосом Пластические Искусства После чудных Технических Открытий От которых Однако Они погибли Бы Оставаясь Их Зачарованными Рабами Нуждаются В порядке Как и Само Общество Надо Привести В порядок Смуту Сомнений Надо сделать это И с избытком Богатства О чем здесь Как мне кажется Идет речь Критики И Теоретики Символизма Стремятся Здесь Адаптировать К своим задачам Тот художественный Язык Который был Выработан Гогеном Сезанном Ивангук Они Стремятся Учинить Художественную Стихию И художественный Механизм То есть Импрессионистическое Видение Ненавистное Им Потому что Они видят В импрессионизме Позитивизм Воплощение Позитивизма Мироощущения Отрицающего Трансцендентность Вот В творчестве Сезанна Ван Гога И Гогена Импрессионисты Прочитывают Прежде всего Стоящее За этими Холстами Мистическое Содержание Они пытаются Тут Абсолютно Новаторский Живописный Язык Который Они чувствуют В полотнах Этих Живописцев Поставить На службу Своему Мироощущению Своему Мировидению Проблема заключается В том Что Развитие Современной Живописи Европы Отрицало Этот Символистский Подход Отрицало Вне Живописи Стоящие Задачи И в этом Отношении Роль Золотого Руна Действительно Парадоксальна Символистская Проповедь Символистское Стремление Создать Целостную Иерархию И превратить Современный Художественный Язык В средство Выражения Универсальных Но не Принадлежащих Живописи Ценностей Столкнулась С интересами Молодого Художественного Поколения Которые Все дальше Отходили Задачи Символизма Благодаря усилиям Русской Художественной Редакции И связям Александра Мерсеро В 1908 Году 5 апреля В Москве Открылась Выставка Салон Золотого Руна И эта Выставка Была Следующим Важнейшим Шагом В формировании Новой Картины Мирового Художественного Развития И в приобщении Молодой Русской Живописи К этому Развитию После Выставки Дягилева В Петербурге В 1899 Году Она Включала 250 Произведений 14 Русских И более чем 50 Европейских Художников В основном Французов Среди русских Мастеров Большая часть Принадлежала К символистам К голубой Розе Это были Павел Кузнецов Мартиров Сарьян Василий Мелиоти А также Будущие лидеры Авангарда Михаил Ларионов Наталья Гончарова А вот Французский Отдел Представлял Собой Ретроспективу Современной Живописи И в ней Достаточно Отчетливо Прочитывалась Импрессионистская Составляющая От Дега И Писсаро К Пуантилизму Синьяк Тео Ван Рисельберг А затем Символизм Там Был Очень Широкий Символистский Спектр От Аделона Рэдона К Марису Дени Что Не менее важно А может быть Более важно Впервые На этой выставке Были Публично Показаны В России Произведения Сезанна Например Портрет Мадам Сезанн В желтом Кресле Из Чикагского Художественного Института Гогена И Ван Гога Ван Гог Например Был представлен Совершенно Уникальным Шедевром Ночной Ночной Кафе Варли Который Тогда Принадлежал Ивану Абрамовичу Морозову А с 1933 Года Стивену Кларку Который Купив Его Во время Сталинских Распродаж Наряду С тремя Другими Произведениями Из Московского Музея Нового Западного Искусства Затем Подарил Это Полотно Музею Своего Родного Ельского Университета Кроме того Эта выставка Показывала Произведения Французского Авангарда Французским Авангардом Были Фависты И они Были Представлены Здесь Произведениями Матисса Четыре Полотна Брака Дерена Лев Канье Меценже Ван Донгена И многих Других Собственно Говоря Московский Зритель Получил Очень Представительный Срез Современного Искусства Которая Одновременно Была Встроена В историческую Последовательность Это был Уникальный Случай Когда Можно Было Проследить Живописную Логику Развития От импрессионистов Через пост Импрессионистов К нашим Современникам Русская Критика Отреагировала На эту Выставку Достаточно Разнообразно Нет смысла Приводить Комические Отклики Журналистов Которые Писали О Вопиющих Поисках Французской Живописи И комических Усилиях Русских Художников Правда Можно Отметить Что и здесь Звучал Характерный Для русской Журналистки Литмотив Французы Конечно Ужасные Они Кочевряжатся Но тем не менее Делают это Гораздо лучше Русских Потому что У них Хорошая Художественная Выучка А у наших Этого Нет Но Было Еще два Существенных Мотива Связанных С тем Что русский Человек Увидел На Выставке Очень Симпатизирующей Современной Французской Живописи Продолжали Повторять Что французское Искусство В основе Своей Технично Прежде всего И лишено Русской Духотворенности Как говорил Муратов Лучшие черты Русского Искусства Его религиозность Его глубина Его лиризм Главному Нам нельзя Научиться И не надо Учиться У современного Запада Может быть Сейчас Лучше Поберечь себя Той технической Пустоты Которая Теперь там Господствует Собственно Говоря Этот отклик Вполне В русле Общей политики Золотого Руна А именно Придание Смысла Изощренной Технике Постимпрессионистов Еще один Очень важный Мотив Это попытка Сделать То революционное Искусство Которое Увидел Москвич В 1908 Году Понятным Образованному Читателю Вот что Пишет Игорь Грабарь По поводу Постимпрессионистов Недаром Деды И отцы Новейшего Поколения Сезан И Гоген С Ван Гогом Так часто Предательски Классичны Помню Как Придя Однажды На Гогеновскую Выставку Прямо Из Лувра Я был Поражен Близостью Того И этого Искусства Хороший Сезан Почти Старый Венецианец И первоклассный Ван Гог Недалек От Рембрандта Его Ночное Кафе Бывшее На выставке Потрясающее Произведение Могущее Стать рядом С великими Созданиями Прошлого Этот зелено-оранжевый Холст Может быть Лучше Из всего Что было Здесь Выставлено Прямо Непостижим Своей Властной Гипнотизирующей Убедительностью Русские Модернисты Таким образом Выбрали Единственную Верную Стратегию Для того Чтобы сделать Искусство Понятным Относительно Широкой Образованной Аудитории Нужно было Акцентировать В нем То Что соединяет Его С привычными Ценностями Ценностями Великой Европейской Живописи Искусства Музеев Эта модель Выставки Которая Одновременно Показывает Современность И представляет Родословную Этой Современности Оказалась Исключительно Актуальной Ровно Этот самый Принцип И положил В основу Своей Новаторской Экспозиции В Лондоне В 1910 Году Роджер Фрай Вторая Выставка Золотого Руна Которой Участвовали Современные Западные Художники Прошла Через год В январе И феврале 1909 Года У нее была Хорошая Публика Около Восьми тысяч Человек Что для Москвы Этого Времени Много И организаторы Ставили Свои задачи Ярче Осветить Особенности Развития Молодой Русской Живописи И ее Новые Задачи Прочеркнуть Черты Развития Общий Русскому И западному Искусству Здесь Это преодоление Эстетизма И историзма Там Реакция Против Неоакадемизма В которой Выродился Импрессионизм Мы видим Снова Что здесь Формулирована Символистская Повестка Дня Однако Показ Современной Французской Живописи Саму Эту повестку Опровергал В этот раз Ретроспективного Отдела Не было Здесь было 152 Картины Русских И французских Живописцев 10 участников Французского Отдела Были поголовно Фавистами Это были Вламинк Дерен Ван Донген Левканье Марке И другие Матисс был Представлен Относительно Невыразительно Потому что В этот момент У него в Берлине Проходила Персональная Экспозиция Что особенно Интересно Что на этой Выставке Мы впервые Увидели Явление Опровергающих Жейфавизм Жорж Брак Выставил Несколько Картин Среди Которых Были Вещи В сущности Формулирующие Проблематику Кубизма Которые Фавистскую Красочность И фавистскую Плоскостность Трансформировали В трехмерные Монохромные Объемы Где Главной Проблемой Художника Становилась Структура Становилась Самодавляющая Конструкция Произведения Стремительно Приближающаяся К тому Чтобы стать Независимым От внешней Реальности Объектом И наиболее Эффектным Примером Этой Тенденции Была Так называемая Большая Обнаженная Жоржа Брака Которую Типологически Можно сопоставить С центральным Произведением Европейского Авангарда Начало 20-го века Со знаменитой Картиной Пабло Пикассо «Авеньонские Девки» Которой Русский Зритель Как и Европейский Зритель Этой Пары Видеть Практически Не мог Символистки Критики Журнала И этот Тренд Охарактеризовали Со своей Колокольни Вот один Из них Писал Везде Выражается Это стремление К синтезу К упрощению К подчеркиванию Типических Черт В противоположность Импрессионизму Рисунки Брака Похожи На геометрические Чертежи Брак Сводит Центр Картины К нескольким Априорно Схваченным Им комбинациям Вокруг Этой Архитектурной Схемы И группируются Все детали Критик Очень точно Определил Задачу Брака Описал Впечатление От этой Картины Но От него Укрылось То обстоятельство Что Ни Брак Ни его Живописью Трансцендентных Задач Эта символистская Повестка дня Развитием Европейской Живописи Как французской Так и молодой Русской Была очень Скоро Опровергнута Но роль Золотого Руна В приобщении Русского Искусства К мировому Художественному Процессу От этого Меньше Не становится Следующая Лекция О том Как Матисс Поссорил Русских Курс Создан При поддержке Европейского Университета В Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге Университета В Санкт-Петербурге